Хорошо, переходим все-таки к личной жизни. У меня было свидание 200. Только сейчас вы не замуж на миллионера, девочки. Они не смотрят на внешность, они не смотрят на душу, и то, что вы умерли. И никогда русскую не волнует. Жадите это. Да. И быстро за 5 минут надеете мужа. Это в гонку и я русскую девочку с белыми волосами, с губами, на пусте листа. Главное, чтобы не было таких губ и бодок слоя. Это потому что считается уже 3. Это уже все. И вот кто не хочет работать, езжайте в Китань. Оля, расскажи, расскажи, пожалуйста. Девочки, кто не хочет работать, ну просто... Есть такие девочки, которые просто любят себя и хотят работать. Я им прям замуж. Реально. Если они так... Ну, в каждом и свое. Да, ну, в каждом и свое. Да, везде есть свои привести и минусы. Ну да. И вот кто не хочет работать, езжайте в Китай. Просто загружайте Тиндер, доставляйте свою фотографию. И вы именно... Но только в Китай, который современный. Я бы посоветовала Гонконг. Но это не Китай, но туда тоже хорошо. Шэньчжэнь, Шанхай, что-нибудь такое. Хорошие города, где много... Современные, да? Много-много. Миллионеров? Да. Китайцев или вообще европейцев? Ну, смотри, я тебе скажу. Если хочешь выйти замуж и не работать, И еще ты молодой, красивый. Главное, чтобы не было вот этих губ и ботокса. Это потому что считается уже ты... Это уже все. Это ты уже... Один раз в Гонконге я русскую девочку с белыми-белыми носами с губами не пустил в ресторан при мне. Такой стыд вообще. Почему? Этот ресторан... Ну и что, она пустила? Люксовый. Мы месяц ждали туда место попасть. И она никак там контингент другой. Меня мой ботфренд пригласил тогда. И там контингент другой. Она не могла туда. Она пришла с толстосумом китайцем. Да. Но она не по стилю, никак туда не подходила. Ну что, они подумали, что она искусственница? Я не знаю, что они подумали, честно. Но они просто ее не пустили. Реально. Это было при мне. Ну потому что это уже считается, но нормальная баба будет вот это делать вообще? Ну ты посмотри, которая жена миллионеров и именно не русских миллионеров, а нормальных европейских миллионеров, китайских миллионеров, да? Ты видела, как они выглядят? Это в другой уровень. Это все за естество. Почему? Да даже можешь геоуронку поставить очень дорого. Ну я же говорю, за естество. Просто витамины подпитать. Естественно, она выглядела. Да, да, да. Подпитать. Ну, Аджелина Джули тоже что-то колет. Ну, по ней же не скажешь, что она вот такая вся перетянутая. Ну да, скажем, переборщит. По-русски, да? Ну знаешь, это дешевый люкс. Да. Дешевый люкс. Да, да, да. Это для регионов топ. Выружайте тиндер. Так. И быстро за пять минут найдете мужа. Это сто процентов. Ну, китайцы. Европейцам уже надо. Ну, уже мозги надо. Потому что, как тебе сказать, если китайца хочешь, принимаешь, какой он есть. И причем возраст, скажи. От... Возраст не ваша до пятидесяти пяти. Женщина. Красивая, прекрасная. Если у них один... Ну, это только вариант с китайцами. С китайцами. Да. Ты так говоришь, знаешь, с китайцами, ну, типа, это... Почему? Почему? Ну, потому что китайцы... У них... Они... У них свои... Обычаи... Все другое свое, понимаешь. Даже современный китайц, все равно его родители не очень... Они же уже в возрасте, да. И все равно будет вот эта вот культура другая. Все равно. Волосы под мышками там... Это... Кто-то бреет, кто-то нет. Они едят много китайской еды. Запах уксуса вот этот вот, да. Потом душ. А если этот... То есть, неважно даже, ну, человек с большим достатком, я говорю про китайца, который учился где-то... Нет, такие, да, но такие никогда русскую не возьмут. Почему? Есть современные китаянки, которые шикарные семьи, воспитанные, учились в Америке. Они будут только... выбирать свою. Конечно, потому что они не смотрят уже мир... У них мозги другие. Они не смотрят на внешность, им без разницы. Они смотрят на душу. Это уже другой мир. И китаянка для них более близкая. Понимаешь? А которые уже постарше, они для статуса хотят белую женщину. А, просто для картинки? Для статуса... Почему быстро выйти замуж? Он дает тебе много денег, а ты должна... Соответствовать и давать какой-то имидж этому... Ну, вот у меня же было... Я когда жила в Пекине, мне было очень одиноко. Я переехал очень одиноко. И у меня была подруга Оксана. Она из Грузии. Грузинское имя Шарена. Вот. И у нее муж китайца. Двой детей. Она была из какого-то города тут маленького. И уже... 10 лет на тот момент жила. Сейчас уже 20 лет она живет в Китае. И, значит, она очень умная. Она знала 9 языков. Вообще 9 языков. И она вышла за китайца, потому что ей надо было валить из Грузии. Тогда были вот эти... Когда выдавали замуж, помнишь, насилие? У Грузии было такое. И она убежала. Просто убежала. Ее выдали замуж. Он ее забрал и убежал к Китаю. И вот у нее был... Значит, муж китаец ужасно грязный. Он вообще не мылся. Это было бы страшно. Это просто. Он ел бам-бам-бам-бам-бам. Тут же соплим там в супе и все. Вот это все. Миксы. И при этом он удиции сделала с ним. Ну, убежала нищая. Ну, что? Я не знаю. Это уже... Вот. И она мне говорит, Оля, тебе... Мне было так одиноко, понимаешь? Что-то прям... А она мне уговаривала выйти замуж с китайцем. Я говорю, не могу. Я не могу. Вот, знаешь, я лучше буду одна, техническая работа. Заработаю на свой уголок. И вернусь в Россию к мужу. Но я не могу. Коля была замуж. Двадцать. Двадцать. В том, разговаривала. Привет мужу. Нет, муж хороший, прекрасный, замечательный. Это у нас Оля такая королева. Я обожаю своего мужского мужа, мой брат. Ну, и вот... В общем, она с братом не захотела жить. Любовь ушла. Любви искать. Да. На свою. Китай. Какие люди в Китае. И она мне говорит, я тебя познакомлюсь с классом. Китайцем. Он очень богатый и чистый. Я говорю, да как? Такого бывает? Она говорит, бывает. Потому что у него мама, она была самая главная доктор по самбидистанции, или как это правильно называется. И у них все... Чтобы просто быть чистым, надо маму иметь. Да, да, да. Работающим самбидистанциям. И он напуган с детства какой-то инфекцией. Он постоянно мурится. Говорит, твой вариант. Я говорю, слушай, давай познакомимся. Он не знал английского. Знал только китайский. А я, конечно, китайский не знаю. Она была нашим переводчиком. На первом свидании, на втором. Он был нереально чистый. Он мылся даже перебарщивал просто. И он был очень богатый. У него, потому что семья была богатая, у него в Пекине было семь квартир. Это на минуточку одна квартира, два миллиона долларов стоит. И у него папа был тренер олимпийских чемпионов, а он мажор. Прям мажор и ничего по жизни не делал. Просто пил пиво. И, значит, у нас было с ним два свидания. Ну, конечно, все. Никаких вот этих сексов или поцелуй. Это для китайцев, с белой женщиной. Это уже потом. Сразу такая культура. Ну, сейчас уже другое время. Но он был моего возраста. И все. И потом он мне пишет. А он мне сразу на первом свидании карту дает. Ты, говорит, утром будешь себе завтрак покупать. Я не воспользовалась. Я стеснялась. Реально. Вот еще боялась, знаешь. Предрассудки русские. Плюс от китайских мужчин. Вот. Из-за того, что женщин очень мало. 30% от 70 мужчин. Большая конкуренция мужчин. Ну, это же это благодаря тому закону, который был. И поэтому мужчина, чтобы завоевать белую женщину, он ей дает денег, квартиры, машины. Это все прилагает. Вообще. Да. Но для нас, для нашего сознания, наверное. Опять же. Если ты согласен, вот это вот. Все. Ты будешь иметь наше мнение. Подожди. Ты тогда расскажи все-таки историю. История была тем, что на третье свидание он уже мне купил кофеварку, да, ну, что только не купил. Я в нем, что там все обустроил. На четвертое свидание он рассказал о родителях. На пятое свидание он мне сделал предложение. И говорит, я говорю, ты меня хоть любишь? Он говорит, почему здесь любовь? Правильно. Зачем ты там глупостями заниматься? Я говорю, зачем бы я тогда пошла за тебя замуж? И все, я его сблокировала. Он просто, понимаешь, ему нужно было, чтобы их не семья, такая вся крутая в Пекине, и еще бабу привели домой. Для Шарены, для Оксаны, это было окей. Она принимала без любви, хорошую, дорогую жизнь. Правильно. У тебя прекрасный был муж, да, ну, любовь была, все было. Естественно, соглашаться, стать тарелочницей. Добре, вообще. Жить там с ним из-за того, что ездить на машине. Ну, мало ли у каких, да, у кого. Все разные, все разные. Девочки. Ну, это Оля рассказывает, что и такое бывает в жизни, что может для вас это вариант. Китаец очень большой плюс. Это ты будешь всегда при деньгах о тебе позаботиться. Ты будешь всегда при любви, он будет очень заботиться о тебе. Его родители будут тебя обожать. Ты будешь принцессой. Я смотрю, все, что засобирались девчонки, да? Девчонки, девчонки до 55 лет. Да, до 55. Ну, ежи. Я в 60. В 60 нормально. В 60 нормально. Девочки, собирайте чемоданы. Дальше, следующая каста. Это мы рассказали сейчас про девочек, которые не любят работать. Да. Согласны за вонючий уксус, имеется в виду вот это все, в свою жизнь. О, иди поговорим тоже. Да. Положить. И это уже, вот, как я считаю, ну, такая вот. Следующая, это русские ляли, девочки, живущие в Китае, и которые ищут только европейцев. Только. Эти девочки. Через тендер тоже. Эти девочки знают все ее цену. Знают все ее цену. Угу. Потому что очень много бразильянцев, американцев, испанцев, французов, русских, хороших русских. Так, мы держим интригу, интригу держим, про Олю личную жизнь. Да. Продолжаем. Ляли, которые ищут только... Которые ищут только европейцев. Это модели. Ну, это очень трудно сделать в Китае по одной такой причине. По одной. Смотри. В России грузится где-то ты можешь, если у тебя есть бабки, ты можешь выйти на тендере. Увидит классного парня, он увидит, что у тебя деньги, вы поженитесь. Потому что это сейчас норма. Это неплохо. Ни в коем случае. Время поменялось. Это нормально. Когда у тебя есть деньги, ты себе выписала там муж с тендера. И это легко. Ну, кстати, я тоже познакомилась с мужем на сайте знакомства. Да, это легко. А я на 10 лет вместе уже. Ну, жена. Это легко. С Италии выписал. В Китае это нелегко. Почему? Потому что все девочки, белые, красивые, которые не вышли за муж с китайцев, они все при бабках. И мальчики, которые живут в Китае, при огромном. То есть они ищут нам порядок выше? Нет, они просто хотят искать любовь. Но когда ты в России или в Грузии, легче выйти замуж, когда у тебя есть деньги, у него нет. Или когда у него есть деньги, у тебя нет. Понимаешь? Так, а в Китае? Вот еще раз, например. Он богатый, он малолетку себе взял, дает ей бабла, а она ему делает все, что он хочет. Да, да, да. Это прямо встанно. Брак получился. Дальше. Женщина богатая выписала себе мужчину или мальчика и поженились. Да. Неравные браки. Да, неравные браки. Да. В Китае очень трудно. Там равные, равные девочки, очень красивые, хорошо зарабатывают, умные. Умные там русскоговорящие. Русскоговорящие, да. Да только я тебе расскажу, у меня подруга мексиканка, то же самое. Черная из Америки подруга у меня есть, то же самое. Это неважно, нация уже. Уже другой слой мы говорим. Не тех, которые вышли за китайца. Да, да, да. Уже другое слой, уже номер два. Вот. И они богатые, они смотрят уже какой мужчина. И богатый мужчина, он знает, что у него есть бабки. Он уже смотрит какая женщина. Уже равные партнеры. А когда равные партнеры, очень трудно найти любовь. Когда ты за деньги, ты молчишь. Он тебя там наругал, он платит, ты молчишь. Или женщина богатая, мальчик, он молчит. Понимаешь? Да, это равные, да. А когда вы равные, в шикарном городе, вот, Шэнжэнь, Бангпон, в супергороде, оба обеспечены, оба при статусе. Это тяжело, да? Невозможно. Невозможно. Очень трудно. А есть какие-то агентства, которые занимаются подбором? Тиндер. Тиндер. Все, сейчас ничего уже не работает. Вот ты загружаешь анкету и лайкаешь вот этих вот. У меня было свиданий 200. Потому что я из-за китайца замуж не вышла. Понимаешь? Вот это вот у меня стадия-то прошла. Я поняла, что без любви я жить не хочу. Денег мне не надо. Я сама могу заработать. Я не хочу за деньги. Так, ты русская ляля? Что ты мне считала? Ну, потому что ты обеспеченная барышка. Ну, вы из-за ляля? Спасибо за комплимент. Нет, ну у меня уже было второе. Да, я уже искала себе. И нашла. Я сразу же нашла. У меня была подруга украинка, которая сидела плотно на сайтах знакомств. Она была нереальная красотка. Нереальная там просто. Она сейчас замужем у нее трубы уже. Вот, за китайцем за китайцем. Мне не получилось. Она искала европейца два года. Не получилось. Такая красивая. Не важно. Там не важно. Ну, подожди, а? Понимаешь, когда ты на втором уровне, и он, он не ищет красоту. Ты придешь в коротком платье на каблуках. Прямо без разницы. Таких, как ты много. Там уже идет. Ты должна быть хорошо выглядеть. Ты должна быть обязательно быть умной. Обязательно. Ты должна дать что-то ему. Не только ты умеешь тапочки подносить утром. Ты ему должна дать вообще. Ты должна обязательно быть совсем другой. Чтобы подойти к такому, подходить типажом. А для этого очень... Как ты не идешь к этому? Как ты не придешь? Слушай, я вообще, я, во-первых, другая. Вот, я загрузила сайт знакомства, она мне помогла. Я тут же нажала, и нажала своего бойфренда, который бывшему из Испании. Ну, как я его нашла, как я... Слушай, подожди, ну, а как ты... Я его не нашла, по-моему. Да, нет, ну, как ты можешь оценить в Тиндере его уровень обеспеченности? По деньгам, что ли? Да. Ну, вот, если ты, он уже живешь в Китае много лет, уже все. Да? Ну, конечно, кто там будет нищего там. А что, там есть, где указывается, сколько он лет живет в Китае? Ну, ты же начинаешь с ним и лайкаешь. Нет, мне просто... Я объясняю. У меня не было... Ты лайкаешь... Не желаю ничего, и я не знаю... Ты начинаешь диалог. Где ты живешь? Да, да. Сколько лет ты живешь? И все. Не надо, ни в коем случае надо спрашивать, что ты зарабатываешь. Тебя сразу заблокируют. Ну, так и так понятно, какая у тебя профессия, где ты живешь. Все. И уже все ясно будет. Угу. Ну, в основном, такие женщины, например, как я, или как там... Они... Мы же не ищем деньги. Мы же ищем любовь. Если мы хотим деньги, мы ходим замуж за китайцев. Угу. Это понятно. Угу. То есть, ты считаешь, все-таки нет любви, если ты с китайцем? Ну, почему? Есть, конечно, есть. Есть у тебя? Ну, конечно, много. Но я имею в виду, что если ты хочешь богатого, легче выйти быстро замуж за китайцев, и все. А если ты хочешь любовь и равный союз, вечерние крутые разговоры, чтение книг, путешествия, это уже надо искать европейцев, правильно? Угу. Или хотя бы своего, ну, такого же уровня, как ты. Да. И поэтому, например, такие женщины, как я, или как мои там знакомые подруги, они не ищут деньги, они уже переходят на стадию я хочу любовь. Да, да. Все. И поэтому тебе без разницы, он какой-то, просто лайкаешь. И все, я пошла на первое свидание, он сразу же из Гонконга пришел в Шэнчжэнь. И все. И все. И сразу же мы первый японии, первый же день мы поняли, что все. Он откуда? Из Испании. Из Испании. Угасивый мужчина, я видела фотографии. Ну, это же можно. Да. И Юля. Дальше. И вот мы с ним встречались два года, он мне показал вообще... После путешествий. Он много путешествий. Он был очень щедрый. Да. Многое даже не вспомнил. Ну, просто вот на примере. Самое главное, он мне показал одно, неважно где. Он мне научил кататься на вот этой лодке, как она называется, в Гонконге. Мы каждое воскресенье... Байдарочек, вот, короче говоря. На Кэпом. Кануэ. Да, да. Каждое воскресенье сидел впереди, он сзади. Мы гребли на остров, который два часа до туда. Дикий остров. И там делали пикник три-четыре часа. Слушали музыку. Вот. Вы поняли, да? Вы поняли, да? Тут пошла такая немая речь. Да. И проводили прекрасные дни. Потом приезжали на этой лодке домой. И шли в самый классный ресторан. Это было супер-время. Но два года прошло, и я захотела или жить с ним, или выйти за него замуж. Я прямо ему сказала, слушай, дорогой, любимый, единственный, я хочу все большего, потому что мне уже лет-то много. Мне нравятся отношения в браке. Я люблю заботиться о мужчине. Готовить завтрак. Это моё русское. Он говорит, а что, тебя так не устраивает? И тогда я первый раз узнала, что есть такой термин серьезные временные отношения. Это за границей оказывается норма. Да. Я тоже поняла, кстати, я здесь это поняла. И у них они тоже документально оформляются. Вот здесь скандинавский сам. У меня девочка была клиентка, она как раз мне это и объяснила, что да, это нормально, когда вы, ну сколько-то лет уже в таких отношениях, у вас есть бумага. То есть вы не просто там, да? Можно продолжать это бесконечно, понимаешь? Да, да, да. Но это с деньгами связано? Нет. Никакими с деньгами. А что? Ну он же не молодой уже парень. Потому что он знал, что… Или он думал, что ещё что-то впереди может быть лучше. Нет, это вообще не об этом. А почему? Он меня прям реально любил его. Прям сто процентов, я уверена. Я за себя не была уверена, за него я была. Потому что он давал столько заботы. И когда дают тебе столько заботы, ты понимаешь, что ты человек безразличен. До мелочей, забота до мелочей. Там от одного юаня, там до каких-то… Всё, всё для тебя. Хочу то – пожалуйста. И не только материально. Забота, вот эта забота. Там помочь визу сделать. Ну вообще все мелочи, которые должны быть. Просто вот так удобнее. Так, наверное, лучше. Я не знаю, понимаешь? То есть всё-таки я так понимаю, что ментальность твоя встретилась с ментальностью человека воспитанного в другом обществе. Ну это мой опыт. И ты не смогла это преодолеть, да? Я знаю. Что вот для тебя это нужно документально, вот что всё на всю жизнь, вот брак, всё или что? Нет, нет, нет. Так, вот пятница, суббота, воскресенье – наши дни. Понедельник, сорок, среду, четверг – его дни. И этот человек на тот период, сейчас он уже согласен, на тот период он был не готов. Я ему всё время ещё говорила, говорю, когда ты будешь готов, когда тебе будет 70 лет? Когда ты будешь готов? Потому что у меня был страшный развод, нереально тяжёлый, моё сердце было разбито, и я второй раз этого не хочу. Слушай, это моя история. Да, понятно. Миллион девочек приходят замуж и очень счастливы живут. Миллионы. Да. Как будто, может, ты это и наоборот, блин, кайф. Мне бы там, да? Слушай, другая девочка одна мне сказала, а он просто болтал. Надо было тебе его дожать. А я не хотела доживать. Я хотела, чтобы меня любили и были быть со мной. Что за любовь, которую надо доживать? Ну, это бред. Если у меня такая стратегия, я себя больше люблю, чем у него. Я знала, что в Китае вот так он будет следующий. Я в Китае. Я не в России, которая... В России какая? Тебе 40, и ты всё. Какой 40? Ты чего? Ты 35, наверное. И уже всё, шансов нет. Не, но сейчас возраст увеличивается, слава богу. Наше-то время 18 не вышло, всё. Ты старуха, одинокая. Сейчас всё-таки рамки подвинули. И всё, и вот мой опыт с европейцами. Угу. Спасибо. Угу. Да. Поэтому я для девочек скажу, если вы хотите, любите, надо дожимать. Ну, или как, по залёту ещё, да, ты вот от европейца залетел, и, по-моему, она женится на тебе. Ну, а куда деваться? Да. Внимание ещё. Ты понимаешь, у нас сколько подружек, которые просто красавицы, умные, талантливые, и ищут именно европейцы, и не могут найти в Китае. Потому что, например, там уровень уже другой. Там надо быть успешным во всём. Успешным. Чтоб муж гордился такой. Угу. Вообще прям гордился. А если ты просто снимаешь с массовки в Китае в кино, или пилишь ногти, то что тогда за китайцы? Потому что европейцы уже, ну, не думают, что ты почему интересна? Тоже как-то миллион. Они же тоже очень интересны. Вот мой испанец, он профессор. Ты понимаешь, я тоже должна же как-то соответствовать. Так что такая ситуация. Да. Дальше у меня всё. Да. Я не хочу говорить. Почему? Я не знаю. Ты как-то знаешь, такое прям… Почему? Не знаю. Такое прям… Такое прям… Ну, у тебя что? Любовно-душевно. Любовно-душевно? Нет, ты же можешь просто сказать… Нет, ты хочешь, конечно, рассказать свою историю именно с кем ты сейчас живёшь. Или ты… Или это предрассудки какие-то опять же такие? У меня? Да. Какие предрассудки? Да. А почему ты не хочешь сказать? Потому что некоторые люди… Это вообще некоторые, да… Ну, не знаю, почему я не знаю. Окей, ладно. Нет, ты смотри, мы можем это вырезать. Вообще, без проблем. Да нет, вообще. Нет, ты можешь просто сказать… Ну, нас посмотрят, кроме наших седей. Да, кот тоже. Есть такие в Китае люди, тоже эмигранты других наций, вот, за которых вообще нереально вытянуть. Нереально. Это как мой муж. Да. Когда ты молодой, ты можешь, а в моём возрасте нет. Почему? Ну, потому что, когда в моём возрасте уже нормальные мужики там, за границей. И чёрные, я имею в виду. Чёрные. Они для них очень ценные семьи. Афроамериканцы? Ну, можно так назвать, да. Black people. Вот. Они обожают детей. Им же надо много детей. Они обожают семью. Они обожают семью. Они обожают семью. Для них это очень круто. И они уже в таком возрасте имеют семью и детей и всё. Вот. 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 И вот. Пошла я, девочки, благотолась. Вот. Уставшая, замученная, вся в работе, с разбитым сердцем. И сидит. После этого испанца? После этого испанца, днотла, через два дня где-то. Или выйдет. День, через два-три дня. И встретила его, красивого, высокого, чёрнокожего, нереально и красивого парня. Который младше меня на два года. Красиво. Да. Поглад не говорите. Да. И когда он сказал, ты русская, я была такая уставшая, такая замученная. После всех рынков гонжоу, в коммунировке. С ним познакомилась. И у меня была любовь с первого взгляда. Страстная. Потому что, чёрт, не только страстная. Да, конечно, господи. Сумасшедшая. Сумасшедшая любовь, которая бывает только в 16 лет. Это, мне кажется, любви в себе возраст и подборны. Это Бог. Бог меня так любит, что мне дал эту любовь. Потому что чувствовать, страдать, реветь. Когда ты занимаешься любовью, у тебя кружится голова, ругаешься и у тебя слёзы, ждёшь его звонка. Да. Эти чувства ни на что не понимаешь. И случилось это со мной, потому что Бог меня любит. И всё. И вот вы сколько уже вместе? Восемь лет. Восемь лет. Восемь лет. Да. Это самое лучшее. Но вы в браке? Да. Ну, в китайском. Но он не... Надо легализовать его. Но мы не легализовали. Поэтому мы, можно сказать, не в браке. Подожди. А у вас как... Ой, смотри, мы дураки просто. Да. Мне надо было просто вот эту вот бумажку. Мы пошли её и сделали. Надо же отнести его консульство, моё консульство. А, вон она. А мы сюда куда отнесли? Мы даже не знали, что это надо делать. Мы были счастливы. Ему не надо было это жениться. А я после того испанца, думаю, не молода. И всё. И мы никуда не принесли. Потом я узнала, что это действительно уже в Грузии, когда начала ему делать визу. Ну, а сейчас... Восемь лет прошло. А сейчас уже ему визу в Грузии не дают. Уже... Уже ей не важно. И не дадут. Даже если бы официально всё сделаете. Я думаю, что уже нет. Он же уже в базе. По статье 7 на 1. Угу. Да это не важно, слушай. Ну да. Мы же там всё равно вместе. Он же постоянно там живёт? Или так же, как ты поработаешь? Смотрите, девочки, если вы... Давай я расскажу историю. Давай. Про русских женщин. Давай. И не только про русскоговорящих. Давай, давай. У меня есть классный парень, мой друг. И он живёт в Грузии. И он чернокожий. Он нереально красивый. Он заботливый. Он ко мне относится, как к сестре. Я с ним познакомилась вообще на улице. Здесь, в Грузии? Да. Первый день пришла. Потому что от чёрных все шарахаются. А я никогда и нет. Потому что я... Мне без разницы. Чёрный, зелёный, синий, китаец. Я живу в Китае. Там столько наций. Индус, мексиканцы, грузин. Мне без разницы. Фу. Я вот так не делаю. Потому что я открыта. Мне без разницы. Я не расист. Никогда не была. И тут я встречалась с русскими девчонками. И начала им говорить. Слушайте, у меня есть классный парень, который заботится о вас. И который просто ищет любовь. Реально одинокий. Он уже здесь четыре, пять лет. И он не может найти себе девчонку. Вообще не может. И предложила я пять девочкам. И никто не захотелся. Никто. Первый был вопрос, сколько он зарабатывает. Во-первых, это вообще нельзя задавать такие вопросы. Я вам говорю. Никогда. Если вы хотите, если вы себя любите, никогда не спрашивайте. У мужчины сколько он зарабатывает. Не на сайте. Где он работает, это вообще не касается. Вы ищите любовь. Вы не ищите работу. Это очень важно. Если ты уже пишешь, что ты где работаешь. Фу. Я не пойду. До свидания. Это твои проблемы. Реально. Ты никогда не найдешь любовь. Никогда. Так и будешь. Вот. Все. И все. Каждая из пяти девочек. Каждая из пяти. Задала, где он работает. Угу. Я сказала, что у него нет денег. Ну я честно говорю, у него нет. Но у него чистое сердце открыто. Если у вас будет любовь, он тебя полюбит. Ты ему дашь крылья, и он полетит. Ты будешь миллионером. Понимаешь? А что он здесь делает? Работает. У него зарплата маленькая. Угу. Вот. Чем он занимается? Может мы сейчас ему присмотрим невесту? Так вот. Ты думаешь, я уже разочаровалась ему невесту сказать. Смотреть, да? Дальше. Второе. Он черный. Нас будут смотреть люди. Я говорю, так ты наоборот должна гордиться. Знаешь, когда белая женщина идет черным мужчинам за руку, все завидуют. Все. Я не знаю, куда они идут и чем они занимаются. Потому что знают, куда они идут и чем они занимаются. Вот. Ну, это правда, да? Да. Что это самое лучшее. Ну, да. Сто процентов. Вот. У меня не такой опыт, но это правда, что говорят. Вот. Вот. Все спрашивали. И когда они узнавали, что у него нет еще и черный. Все. И уже на последней девочке я сказала. Меня же она так забесила. Я говорю, слушай, сколько у тебя не было секса? Она говорит, пять лет. О! Девочка. Что она за девочка такая? Ей 34 года. Она в 29 переехала в Тбилиси. И она ищет на Тиндере до сих пор кого-то. Кого-то. Кого-то богатого. Кого-то красивого. Понимаешь? Угу. Я говорю, ты понимаешь, что за эти пять лет ты могла бы заниматься любовью с классным парнем везде. Есть в Хачапуре в горах. Целоваться по-другому этой грузии. Кататься на лыжах. В дешевых отелях. Был бы офигенный секс. Чтобы вы не видели, что у него шел это любовь. Здесь, к сожалению, до сих пор предрассудки расовые. Как и в СССР были. А потом вы будете строить новый мир. С бизнесом или с новой работой. Утром проснулись. У тебя есть деньги? Нет. У тебя есть? Нет. Давай что-нибудь заработать. Давай. И заработали через год миллион. Потому что вы сила, вы любовь. Есть такое дело. Да. Это же просто легко. Есть, есть. И ты бы за пять лет имела уже и любовь, и секс, и уже и ребенку, и уже будут деньги. Это так просто. Очень просто. Понимаешь? Ну, в основном ищут кого-нибудь покруче. Ой, я нашла. Он мне купил этот, как его там, айфон. Блин, это так дешево айфон. Вот реально. Слушай, я бы лучше занялась классно с любимым человеком сексом. Съела за пять лари хачапури. И мы бы потом вдвоем заработали и купили айфон. Честные отношения. Ну, Оля, ну не все ж такие. Ну, тогда за китайцам. За китайцам. За китайцам. Вот это. За китайцам. Какой вариант остался? Ну, опять же, вариант-то есть. Кстати говоря, понимаешь, главное, что есть варианты. И китайцы очень плохо. Вариант жизни только один. Любовь. Это любовь. Это любовь.